Ростов сегодня это оправдательный приговор участникам перестрелки фермеров с пятью погибшими и задержание рыбаков, которые вместо разрешенных им пород ловили судака. Это экскурсии в музей школьникам от губернатора, как поощрение за отличную работу, учебу и творчество, и объезд трех стройплощадок школ, которые должны быть сделаны в декабре, а также финиш конного перехода казаков с места первой успешной битвы Платова. Ростов сегодня это презентация документального фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем». А еще это урок пожарной безопасности детям в живом и сгоревшем лесах, спектакль детской мастерской молодежного театра по повести Чучела, выигравшей Гран-при фестиваля в Сочи. И дождевые засады за окном. Здравствуйте на Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Анастасия Натальевич. Женщина погибла, дети пострадали сегодня на Гребном канале около половины пятого дня в непогоду. Там от ветра перевернулись трибуны. Наша съемочная группа находится сейчас на Гребном канале, где совсем недавно произошло ЧП. Порывом шквалистого ветра перевернула зрительскую трибуну, в результате чего погибла женщина. Пострадавшие дети и взрослые сейчас находятся в больнице. На стадионе спортшколы номер 5 на Пойменной улице на территории Гребного канала сегодня играли в футбол дети 2010 года рождения. Около половины пятого дня шел матч областных соревнований памяти Владимира Гаврилова. На поле были команды Ростова и Батайска. С трибун за игрой следили три десятка человек. Погода была нормальная, ничего не предвещало. Матч начался и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну, дождь. И порывом ветра все три трибуны опрокинуло очень сильно, снесло забор даже. Во время проведения соревнований на территории спортивной школы вблизи Гребного канала ДОМ произошло обрушение зрительной трибуны. В результате одна женщина скончалась на месте происшествия. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования. По поручению губернатора на место выехали руководители и специалисты областных ведомств. Работали спасатели, медики, полицейские. Пострадали 15 детей и четверо взрослых. Их отправили в больницу. Женщина и двое детей в крайне тяжелом состоянии. Прокуратура начала свою проверку. Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». По ней грозит до шести лет заключения. Марина Орлова, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Видимо, стреляли не они. Шестерых участников массовой перестрелки фермеров с пятью убитыми оправдали присяжные. Дело было еще в 2019 году. Его подробности в сводке ростовского городового у Инны Билан. Также я расскажу о поимке браконьеров, которым было малоквотно, промышленное рыболовство, контрабанде препарата для похудения с запрещенным веществом и еще одной схеме телефонного мошенничества, которая лишила молодую ростовчанку 700 тысяч рублей. Шестеро участников перестрелки, которая произошла еще в 2019 году между двумя семьями фермеров в Орловском районе, оправданы в суде присяжными и освобождены из-под стражи в зале суда. Напомню, суть этого громкого дела. Две семьи – Дакишвили и Бацыевы – не могли поделить участки для выпаса скота. Сначала пытались решить вопросы в суде, но в итоге дошло до вооруженного конфликта. В перестрелке у хутора Чернозубова в октябре 2019 года участвовали 13 человек. Пятеро из них были убиты. Потерпевшими были признаны трое погибших, шесть человек задержали. Причем трое из них пытались скрыться в соседних регионах и за границей. Подозреваемым были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц группой по предварительному сговору, а также в покушении на аналогичное преступление и умышленном причинении среднего и легкого вреда здоровью. И вот спустя три с половиной года субдебных разбирательств все они признаны невиновными и отпущены по домам. Трех браконьеров задержали полицейские у села Приморка. Оказалось, это работники рыбодобывающей компании. Но помимо квотно-промышленное рыболовство они ловили судакам, что делать запрещено, да еще и ставными сетями. Сотрудники Управления экономической безопасности изъяли у нарушителей сети два катера с подвесными моторами и полторы сотни судаков. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам от противозаконной рыбалки, составил порядка одного миллиона рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов». Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы. 39-летнего шахтинца подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ. Он заказал в Казахстане препарат для похудения и знал, что в нем содержится опасный для здоровья и запрещенный в России сибутрамин. В 72 капсулах было больше 19 граммов опасного вещества, а это крупный размер. Сибутрамин вызывает негативные побочные эффекты вплоть до летального исхода. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ». Но его могут переквалифицировать в статью «Контрабанда сильнодействующих веществ», по которой грозит до семи лет лишения свободы. Мошенники развели 20-летнюю ростовчанку на 700 тысяч рублей. Она подала онлайн-заявление в организацию по трудоустройству. В ответ позвонила якобы сотрудница этой компании и сказала «Берем вас на удаленку, набирать текст. Скачайте приложение для видеосвязи». Дальше с девушкой связалась другая сотрудница. Нужно оформить самозанятость через банковское приложение, создать виртуальный счет и перевести туда сбережения. А еще говорила взять кредит на 300 тысяч и тоже перевести на виртуальный счет. Девушке стали приходить смс-сообщения с кодами, а с ней уже беседовал третий якобы сотрудник и попросил включить трансляцию экрана. После чего пошли списания. Девушка наконец распознала мошенников, сбросила связь, но те уже успели снять 700 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом у меня все. До встречи. На одной все нормально, на другой удовлетворительно, а с третьей тревожно. Как строятся три ростовские школы, проверил сегодня замгубернатора. Все эти объекты должны быть сделаны в декабре, но готовность их разная – от 44 до 60%. Мы стоим вот здесь, да, да. Вот здесь мы стоим. 1340 мест, 24 тысячи площадь. На улице Мусоргского в районе Ростовского моря строится школа на 1340 мест. Сдать объект по договору должны в этом году, до 20 декабря. Но картина здесь такая, что есть вероятность в срок не уложиться. Готовность всего 44%, и подрядчик видит этому массу причин. Мы на три месяца позже начали. В ходе изучения проекта выяснили массу вещей. Земляные работы страшные. Ну, просто дополучная работа. И сам по себе объект очень сложный. То есть, при всех плюсах, если бы все было хорошо, да, уложиться тоже очень сложно. Ситуацию на стройках школ сегодня оценивает первый замгубернатора. В маршруте три объекта нацпроекта образования. В Левенцовском на улице Еременко дело получше. Подрядчики школы на 1100 учеников оптимистичны и планируют сдать ее в срок до 10 декабря. На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству каркаса здания. Остекление завершено порядка 85%. Устройство кровли завершено на 100%. Планируем все сдать в срок вовремя. А это тоже Левенцовка, но уже улица маршала Жукова. Здесь будут учиться 1275 детей. Дата сдачи школы – 20 декабря. Объект готов на 46%. Вероятность сделать все по плану за оставшиеся полгода остается. Из трех объектов два объекта. В хорошем, я бы даже сказал, один в хорошем, один в удовлетворительном состоянии. Это оба объекта на Левенцовке. И один объект в зоне риска, по которому будем выезжать чаще, наверное, раз в месяц-полтора. Это объект Ростовское море. Школа на 1340 мест. Там идет серьезное отставание от графика производства, работ. Где-то на полтора месяца. Будем контролировать, будем помогать. Сегодняшний день показал, насколько важны выезды, комплексные выезды, контролирующие строительство и ремонт новых школ в Ростовской области. И самое главное, мы должны понимать, что вся область контролирует своевременность сдачи объектов. Потому что детям не нужны бумаги и формальные отчеты. Им нужны новые красивые школы. Марина Орлова, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский. Весь казачий поисковой отряд «Поиск» из Егорлыкского района по приглашению губернатора побывает в Азовском музее-заповеднике. Школьники помогли найти место гибели бойца, внук которого и обратился к Василию Голубеву на интерактивном приеме с просьбой поощрить отряд. Билеты в музей и театр ко Дню защиты детей получили еще несколько талантливых и активных школьников из Ремонтненского, Миллеровского, Кашарского и Мясниковского районов. В казачьем поисковом отряде «Поиск» Егорлыкского района полсотни школьников от 13 до 17 лет. Ребята нашли останки больше двух тысяч погибших в Великую Отечественную бойцов, установили имена ста из них. И один из найденных солдат – дедушка, участник сегодняшнего интерактивного приема губернатора. И мы считали, что в детстве попался. Владая их работе, они установили новую полицию в Калаче, главной области, в 43-м году. Когда-то я сам нашел своего деда, который погиб 15 сентября 1942 года. Старая руса, это как раз во времена окружения Ленинграда. И было, конечно, особое ощущение, когда я возложил цветы и прикрутил табличку на место его захоронения. Заявитель просил поощрить юных поисковиков за их важную работу. И Василий Голубев пригласил их в Азовский музей-заповедник. Поездку всего отряда организует районная администрация. В этот же музей по просьбе тренера съездит перспективный спортсмен Егор Донченко из Ремонтного. Один из самых эффективных и успешных спортсменов на моем отделении в нашей школе является Донченко Егор Васильевич. Показывает высокие спортивные результаты. Как по футболу он является игроком в сборной ремонтной команды. Егор силен не только в футболе, но и в регби и в спортивной гимнастике. И при этом хорошо учится, без троек. А две сестры из хутора Фоминка Миллерского района, активные участницы Олимпиады творческих конкурсов, получили приглашение в музыкальный театр на мюзикл «Питер Пен» 1 июня. Кроме того, на интерактивном приеме говорили о ремонте крыши Ковринской школы Пролетарского района. Он должен быть завершен к началу учебного года и обновлений к 1 октября стадионов в Когольницкой, где появится новое искусственное покрытие футбольного поля и раздевалки. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Узнать нюансы присвоения спортивных разрядов и преобразования общественной организации в федерацию теперь можно через многофункциональные центры. Областной Минспорт подключился к проекту МФЦ «Общественные приемные органы власти и организации», подписав соглашение с уполномоченным МФЦ. Первое – это присвоение спортивных разрядов. И, насколько мне известно, в Министерство спорта поступает достаточно большое количество обращений по этой тематике. Поэтому этот блок логично попал в перечень вопросов для консультирования. И вторая тема – это взаимодействие с общественными организациями и осуществление аккредитации их с целью последующего присвоения им статуса спортивных федераций. Собственно, как получилось так, что именно Министерство спорта сегодня оказалось в числе подписывающих соглашения, потому что получаем обратную связь от наших заявителей. Была просьба от спортсменов, чтобы их тоже не забывали, чтобы они тоже имели возможность общаться с Министерством спорта напрямую. И вот сегодня 35-е уже подписание соглашения как раз с Министерством спорта. Мы уверены, что эта работа будет продолжена, и другие организации также вольются в наш проект. Консультацию по новым вопросам дадут в любом МФЦ по пятницам с 2 до 4 часов дня. Нужно только записаться в любом офисе МФЦ или на сайте helponline.ru через госуслуги. Дорогами подвига длиной 347 километров проскакали донские казаки. И вот сегодня конный переход по историческому Большому Черкасскому тракту, посвященному юбилею Матвея Платова, завершен. Стартовал он в Ставрополье, где атаман одержал первую громкую победу, а через 11 дней финишировал в Новочеркасске. Колонну из трех десятков всадников встречают, естественно, у памятника Платову, ведь переход казаков посвящен юбилею атамана. После возложения цветов торжественно перемещается на площадь Ермака, где нынешний атаман рассказывает, как шли казаки 347 километров из Ставропольского края. Во всех населенных пунктах, где мы делали остановки, где проводили патриотические акции, возложения к могилам ветеранов, принимали участие дети, кадеты, школьники. Это такая очень сильная закалка для молодого поколения, память истории, знать в лицо и имена наших героев-предков, которые ценой собственной жизни всегда отстаивали интересы своего отечества, коим являлся, конечно, Матвей Иванович Платов. Исходная точка этого перехода – хутор Богомолов, место, где началась слава Матвея Платова. Там тысячи казаков под предводительством тогда еще молодого полковника победили 20-тысячную армию хана Давлетгирея. Для будущего журналиста Даниила Буракова этот переход стал еще и практикой. Он уже участвовал в конном переходе с дядей, походным атаманом от Волгограда до Севастополя. И в этот раз родственники были вместе в колонне. Полевая жизнь, вот моя незаменимая помощница камера, были и дожди, и солнце, вот инцидент могу рассказать, дождь нас застал врасплох, все, палатка протекала и было боязно, что техника, но она дорогая, что-то с ней случится, но все обошлось и слава Богу. На пути к Новочеркасску заехали и в Мишкинское сельское поселение, где было родовое имение Платовых. Театрализованные выступления, казачьи песни «Хлеб, соль» – так встречали конников в каждой точке маршрута. Сергей Дегтярев – человек в таких переходах опытный, но этот запомнился особенно. Мне сам поход вообще нравится. Я люблю походы эти, я люблю коней. У меня дети, внуки, у меня свои лошади дома, кони. Не много шесть голов, но они есть у меня. Где мы останавливались, люди встречали нас очень доброжелательно, приятно было встречаться с ними, общаться. Ночевали там у них, кормили. В Мечотинской вообще была реконструкция, в реконструкции участвовали. Приезжайте по гостям, у нас город опять такая, есть чем угостили. Приезжайте к нам народ, приезжайте по гостям, у нас… Роксана Базазян, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Добровольцы, воспоминания о будущем – так называется новый документальный фильм, тизер которого презентовали сегодня в Доме журналистов. Это истории тех, кто по своей воле отправился в зону специальной военной операции и размышления о причинах такого выбора. Одна из героинь фильма «Добровольцы, воспоминания о будущем» мечтала стать медсестрой, с детства лечила животных, а сейчас спасает человеческие жизни в зоне СВО. Я решила для себя, что я должна поехать, и чтобы занять место какой-нибудь молодой девочке, которая будет здесь служить, пусть занимается семьей. Ей умеющая вся жизнь впереди. Я решила, что путь молодым, а сама здесь. Идея снять такой документальный фильм появилась в начале спецоперации, после знакомства с жителями Донбасса и добровольцами. Авторам было важно рассказать о причинах такого выбора и судьбах на передовой. Меня прежде всего интересуют там люди, потому что люди – это главное. Люди делают все, они двигают, на них все это держится. И, конечно, добровольцы, именно ребята, которые сами пришли, сами все сделали, иногда даже вопреки каким-то обстоятельствам. То есть человек без всякого понурдения, без всякого понугания, по зову сердца, по зову души, идет на самые опасные дела. Выполнять задачу, защищать людей. Фильм снят при поддержке фонда президентских грантов. Он расскажет о событиях в Маринке, Авдеевке, Углидаре. И главная цель авторов – показать правду о добровольцах СВО. Почему человек сам выходит из зоны комфорта, оставляет дом, работу и уходит туда, где его жизнь может прерваться в любой момент. Эти люди, которые действительно проводят замечательные, успешные и военные, и гуманитарные операции. И эти люди, я однозначно убежден, которые в ближайшее время будут формировать наше будущее, будущее нашей страны, будущее нашего народа, вернувшись с победой с фронтов на юго-востоке Украины. Авторы уверены, что их воспоминания о будущем будут интересны и на Западе. Фильм поможет развеять мифы о русских солдатах. Премьера запланирована на конец лета, начало осени. Инна Билан, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Вот это лес, каким он должен быть, а это после пожара. Возможность сравнить и оценить последствия дали детям спасатели, свозив на экскурсию. И цель этой поездки – научить пожарной безопасности. Ну, вовсе сгорело, ничего не понятно. А почему здесь все сгорело? Расскажите. Ни одного живого дерева в такой мертвый лес Никита Гонцов попал впервые. Воспитанников Шахтинского центра детской помощи сюда, в Усть-Донецкий район, пожарные привезли показать, как из безответственной искры возгорается убийственное пламя. Это только верхушка, что деревья погибшие. А тут же еще и флора, фауна, и звери, которые беззащитные, которые здесь также, просто они погибали от дыма, от всего. То есть, вот к таким страшным вещам, бывает, приводит неосторожное обращение с огнем. А тут еще и ветер был таким сильным, что огонь перекинулся на три поселка. Пожарные спасатели, добровольцы со всей области тушили этот прошлогодний пожар больше двух суток. Но деревьев уже не вернешь. Бутылки нельзя бросать, потому что, если вы бросили бутылку, как увеличительное стекло, начнется загорание. Поэтому в лесу ни мусорить нельзя, ни костры разводить. Потому что... Что? Слушай, а потом спрашивай. Да, вот смотрите, видите, как, ребят? И сейчас вот мы дальше с вами поедем, и вы в окно будете смотреть, сколько это сгорело леса. Для контраста переехали в лес живой. И вот такую красоту можно потерять, бросив единственную спичку. А завершили поездку в лесхозе, где лес контролируют через камеры. Вот они, видите, они тут у нас, вот они все камеры. Вот. Сейчас мы на кондрючке здесь. Сейчас перейдем на пухликовку, я нажимаю. Вы скажите, сразу дымковки нету? Нет, нету, нету. Ребята, проверьте. Нету там ничего? Сейчас в области особый противопожарный режим. В лес запрещено даже заезжать, не то что разводить костры. Каждый дымок здесь заметят диспетчеры. И виновному будет грозить штраф до 40 тысяч рублей. А лесом постоянно занимаются, обновляя его. Сейчас разрабатываются, доводятся эти мероприятия на рубке леса, чтобы убрать лес, разработать почву и заново посаживать лес, восстанавливать. И вот в этом году было высажено 160 гитар сосны крымской. И еще у нас идет дополнение лесных культур. А напоследок детям устроили пикник. Накормили ухой с безопасного костра, печеной картошкой и шашлыками. И подарили саженцы крымской сосны, чтобы посадили в своем центре и учились ухаживать за деревьями. Марина Черных, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Два гран-при взяла театральная мастерская молодежного театра. Тема спектакль «Вей» признан лучшим на международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение. Весна» в Санкт-Петербурге. А детки из клетки по поясе «Чучело», о котором пойдет речь дальше, победил в Сочи на фестивале конкурсе молодых независимых театров «Пространство юных». В Ростове этот спектакль можно было увидеть во время выпускных показов мастерской. Подростки совсем недавно такие милые детки могут быть жестокими, беспощадными и равнодушными. Лине Бессольцевой, главной героине спектакля «Детки из клетки», предстоит жуткие моральные испытания, прежде чем она решится на крайние меры. А ведь ей просто понравился одноклассник Димка. Ради него она пойдет на обман в ущерб себе. Это роль, это девочка, которая перешла в новый класс и она только успела перейти. Она очень добрая эта девочка и она только перешла в класс и ее уже начали булить и унижать. И это очень приятно. Дойдет до того, что милые шестиклассницы объявят бойкот, а Димка струсит и не вступится. Это такой персонаж, который на всех глазах строит из себя хорошего человека, умного человека, сильного, душой, характером. Но на самом деле он трус и предатель. В знак протеста и бессилия Лена побреется наголо, называя себя чучелом. Именно по этой повести поставлен спектакль. О том, что постановка теми удалась, говорит гран-при, полученный на фестивале конкурсе «Пространство юных в Сочи». Спектакль о каких-то простых ценностях. Предательство, любовь, изгои, избиение. Ну, в общем, про все такие, то, что происходит сейчас у нас в жизни, в школах и везде. А еще один спектакль темы «Ви» взял гран-при на фестивале в Санкт-Петербурге «Вдохновение весна». Дарья Лисицкая, Юрий Санкин, первый ростовский. Кот заблокировал движение самоката, но угнать его не смог. Нестандартную дорожно-тротуарную ситуацию наш корреспондент Екатерина Черсина заметила через интернет и готова рассказать, что еще рассмешило или удивило ростовчан в сети. Еще ростовчане спасали от жары белого медведя и учились у другого ростовчанина спасаться от дождя. Подробности сейчас расскажу. Состояние белого мишки в зоопарке обеспокоило ростовчанку. «Медведь должен быть в прохладе, а вода в бассейне мутная и, наверное, еще и теплая», написала автор поста и попросила кого-то устроить хоть какой-то навес от солнца, ведь зверь улегся в углу, где есть хоть какая-то тень. Некоторые комментаторы предположили, что медведь просто скучает по дочке, которую отправили в московский зоопарк. Ну а насчет погоды все не так страшно. Жары в Ростове пока нет, и вода не факт, что горячая. Да и дожди с градом жителей Крайнего Севера старательно охлаждает. Кот, замеченный на улице 7 февраля, повеселил ростовчан. Он оставил без движения один из электросамокатов. И те, кто шарахаются от такого транспорта, написали «Котики за нас!». А кто-то предположил, что кот с удовольствием бы и сам прокатился, но у него лапки. А тут урок тем, кто рискует попасть под ливень, когда на прицепе такое плавсредство, и за джип не страшно. И в комментариях отсылок к самому знаменитому спасителю утопающих. Современная версия Деда Мазая будет уходящих под воду в лужах заек собирать. На этом у меня все. Если на улице душно, как в парной, скоро пойдет дождь. Есть такая погодная примета. И в последнее время в Ростове активно работает. В прогнозе нашего метеокора Ивана Полехина сегодня стабильность градусов и недоработка ветров. Друзья, ну что, лето приблизилось к нам вплотную, но надеюсь, что в ожидании нашего с вами любимого времени года вы не забыли, что медицинский аппарат «Алмак-01» способствует снятию воспаления, острой и хронической боли и отека в спине и суставах. «Алмак-01» способствует снятию острой и хронической боли, воспаления и отека. «Алмак-01» – простое решение для лечения боли в спине и суставах. «Алмак-01» по сниженной цене в социальной аптеке. Эх, росовчане, наконец-то добрались мы до нашего с вами любимого народного календаря. А в нем сегодня Евдокия-свистунья. Ну, нетрудно догадаться, что назвали ее так, потому что считалось, что именно в этот день, 30 мая, дуют такие особые ветры, свистуны, так называемые. Но в Ростове, хоть и бывает ветрено, конечно, но что-то пока что движение воздуха не слишком активное. Но есть на этот день и такая оригинальная традиция. Мужчина должен выйти в поле, в чистое поле, поклониться на все четыре стороны, выстругать осиновый кол и воткнуть его в землю. И тогда этого человека, который все это проделал, ждет удача. Но есть один нюанс. Для того, чтобы все это проделать, вам должно быть не менее 33 лет. Так что, если вы моложе, то никуда не ходите. Сидите дома и слушайте прогноз погоды на завтра. Сидите дома и слушайте дома. Ветры свистуны не прилетят в Ростов и завтра. Воздух будет двигаться, как и сегодня, со скоростью около 4 метров в секунду. И по-прежнему с запада. В плане температуры тоже все более чем стабильны. Плюс 18 ночью и 23 теплых градуса днем. А дождь будет периодически капать все ближайшие сутки. Но все это небольшими порциями и с прояснениями. А вот на четверг нам уже приготовлен ливень. Впрочем, об этом я расскажу вам завтра. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. А наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация, контакты на сайте. В студии была Анастасия Натальевич. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин